Здравствуйте, с вами Датагета Дай, и сегодня мы находимся в заведении, которое не сможет оставить равнодушным любого из своих посетителей. Первое, и пока что единственное в своем роде катакопер Донецкий Котейня. Ну что, пойдем посмотрим? Нам удалось взять интервью у владельца данного заведения, Владимира. Владимир, подскажите, пожалуйста, как к вам пришла идея открыть такое необычное кафе в нашем городе? Вы знаете, когда ко мне пришла эта идея, хотелось что-то сделать полезное для города, чтобы город развивался. И также мне очень понравилось, что в данном проекте есть социальная значимость. И для деток мы прививаем, формируется у детей и подростков любовь, доброта к животным. Посмотрите, когда было открытие катакопер Дени и каков принцип работы кафе? Открытие состоялось 9 января 2017 года. Работаем по принципу анти-кафе или тайм-кафе, где посетители платят за время пребывания в нашей Котейне. Как бы в стоимость входят уже чай, печеньки, угощения, Wi-Fi, настольные игры. И самое главное, это общение с нашими четвероногими пушистиками. Катя, Мария, Диана, Афония и Эмиран, подскажите, как в голову вам могли прийти такие имена интересные для Котяна? Мы стараемся идти в ногу со временем. И как бы мы хотели полностью сделать тематическое место, которое будет посвящено не только котятам, а также сейчас тренду Ютубу. Сейчас телевизор приходит на второй план, и в основном даже подростки, молодежь уже смотрят все на Ютубе-блоги. И поэтому мы назвали в честь знаменитых популярных блогеров их именами наших котят. Вопрос, который у нас сразу возникает, это как котятам живется в такой необычной обстановке. И может быть, будет даже какой-то период адаптации определенного. Скажите на крае, пожалуйста. Перед тем, как котята к нам попали, у нас был карантин, они полностью прошли все обработки. Они сейчас полностью безопасны, привиты по возрасту. В будущем дальше будут процедуры, такие как стерилизация. Здесь котятам, мне кажется, живутся хорошо, даже лучше, чем домашних пословиях, так как мы пытаемся создать для них идеальные условия, как бы будем в будущем усовершенствоваться, много планов и идей. И когда мы их брали, мы собирались находить им, помогать в помощи новых хозяев. Главное, чтобы они были любящими. И сейчас уже за этот месяц, проведенный вместе, мы очень привыкли к ним, полюбили. И теперь очень тяжело расстаться. Как бы уже спрашивали, можно ли забрать котенка, но, наверное, который сейчас пять котят у нас, останется с нами навсегда. Но мы еще будем думать над этим вопросом. Так как им очень хорошо, они уже как семья. Они вместе спят, вместе кушают, везде вместе. Спасибо, Владимир, было очень приятно с вами пообщаться. А с вами была ДТГ ТВ. Если вы хотите быть в курсе самых интересных и милых событий нашего города Донецка, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok